МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляем наш супер-флэш-моб. Орис, кто-драво, вы что-то? Это экспериментальные выходные вовсе. Это фестиваль современного искусства. В дождливых декорациях по небутафорской слякоти прямиком в экспериментальные выходные. Актеры любительских театров вышли на улицы, чтобы установить в городе диктат настроения и распогодить хмурый Омск. Меня зовут Раиса Захаровна. В нашем городе славном, любимом, прям очаровательном я министр хорошего настроения. У нас есть такое министерство, кто не знал. Сегодня прям бомбическое шествие. Мы, представляете, мы расчистили небо. Мы сделали этот город светлее и чище. Красный, желтый, зеленый. Все сигналы этого светофора разрешающие. Смотри, слушай, говори. Фестиваль экспериментальные выходные объединил актеров, музыкантов и художников. Три дня перформансов, музыки и спектакли под открытым небом. Куда идет Омский театр? По курсу точно не в тупик. Город позволяет развернуться. Любительский не значит непрофессиональный. В такие студии зажигают яркие звезды на театральном небосклоне. В Омске на малых сценах большие амбиции и открытая конкуренция. А зритель ненасытный и любящий. Всегда оставляет артистам право на творческий эксперимент. У нас в Омске огромное количество любительских театров. Действительно, не все города могут похвастаться именно таким активным любительским движением. Я думаю, это от сурового климата у нас происходит. Когда такие суровые климатические условия, человек ищет радости, человек ищет праздника. А театр – это праздник, это общение. Фестиваль – это вообще круто. Фестивали – это такая жизнь. Прямо в Омске в нашем – это вообще самый кайф, когда просто прийти, просто потанцевать, подвигаться. Это вообще классно. Быть в странных одеждах. Это вообще так интересно все. Театры – это вообще вот так классно. Дня, все смотрят эти театры. Вы идите на спектакль, читайте книги. Сколько тропинки не литься, но под занавес прогулки пункт назначения – театр. В новом сезоне актеры-любители готовы снова удивлять и бросать смелые вызовы Омско-академической театральной жизни. И после каждой спетой песни – звон стаканов и одобрительные крики из зала. На сцене Дмитрий Шаталин и Александр Чесноков с нестареющими и снова актуальными песнями гражданской обороны. В зале 40-летней панки, которые еще помнят, как это звучало на концертах летово. Для души, наверное, всем песни. И каждый их понимает по-своему. Тут нет определенной, наверное, тематики, что он хотел. Что-то он подразумевал. Каждый понимает все равно по-своему, так, как он хочет себе понять. И все, что он хочет увидеть в этих песнях. Уже тихо, без шума, без рифов и без алкоголя в литературном музее. Место не самое очевидное для того, чтобы вспомнить поэта, чьи стихи нельзя читать в эфире. И вряд ли можно показывать публике. И очень много журналистов. Хотя сам Летов всеми способами старался избегать любого упоминания в СМИ. Я не столько, так и я! Летов, как уверены многие, опередил свое время. 22 года прошло с того времени, когда была написана песня «Родина». Но могучий народ до сих пор сбрасывает цепи. Как он сказал в свое время, я совершил революцию. Правда, ее никто не заметил. Сейчас стали замечать? Наверное, так. Фотографии, одежда, инструменты Летова – это экспонаты. Когда-нибудь квартира музыканта станет его настоящим музеем. А пока память в городе, где не прошло ни одного концерта гражданской обороны, только частный аэропорт по Домскому, названный именем музыканта и предстоящий рок-фестиваль. Чувство гордости за то, что я лично знал Летова и живу с ним в одном городе. Его, конечно, нет. Но еще, как песни очень нравятся, они меня цепляют и доводят порой до мурашек, и порой даже пробивают скупую мужскую слезу. Но они пробирают до глубины души. Спасибо, Игорь! Интересная судьба этого телевизора. Называется КВН-49. Это не копия селых и находчивых, как сейчас, да? А это три составляющие буквы, начало фамилии, инженеров, изобретателей этого телевизора. Это Кенигсон, Варшавский и Николаевский. Этот телевизор также имеет всего три телевизионных канала. У него экран 18 сантиметров. И, соответственно, этот телевизор могли смотреть только один-два человека. А так как это была редкость большая и дорого он стоил, соответственно, то если семья позволяла себе купить, то, конечно, все соседи приходили в гости на вечерний сеанс, соответственно, на чай. И тогда линзу можно было отодвинуть. И уже, соответственно, человек 6-8. Ну и больше иногда могли, соответственно, смотреть. У него есть линзочка. Почему? В ней налито дистиллированная вода. Ну почему? Потому что если наливать обычную воду, да, соответственно, то осада будет. А так дистиллированная вода, она очень чистая. Здесь, соответственно, два отверстия есть. Заливочное отверстие. И второе для выхода воздуха и для испарений, соответственно, да. Но некоторые мудрецы наливали сюда и глицерин. Можно было водочку налить, соломинку и пить, соответственно. В коллекцию. Сегодня в рубрике ТОП-3 мы прогуляемся по городским музеям, которые на этой неделе открыли новые экспозиции. Какие мелодии исполнялись на домашнем органе в немецких семьях XIX века? Что означали орнаменты на рубахах алтайских старообрядцев? И сколько времени требовалось казахским кочевникам, чтобы собрать юрту? Масштабную этническую панораму Сибири представили на днях сотрудники Омского краеведческого музея. Зал площадью 400 квадратных метров вместил больше полутысячи экспонатов. Посетителей знакомят с архитектурой, бытом и традициями народов, населяющих Сибирский регион. Гордость коллекции и один из самых ранних ее предметов – этот свадебный халат середины XIX века. По легенде, он был подарен Русскому географическому обществу отцом Чакана Валиханова. Русскому географическому обществу Интерьерные листы, украшения, фарфор и серебро начала прошлого столетия Всего больше 150 экспонатов из частных коллекций разместили на двух этажах музея. Само здание, кстати, один из немногих сохранившихся в Омске образцов архитектуры модерна. Перенести Амичей в седьмое измерение и поведать им тайны города Че решил фотограф Михаил Похотин. Свой юбилей 60 лет он отметил персональной выставкой и пригласил зрителей в путешествие по старейшему городу Урала – Чердыни. Как Рим и Москва, древняя столица Перми Великой расположилась на Синих Алмах. Туристов это место привлекает не только необычными ландшафтами, но и историческими загадками, к примеру, обнаруженными там кладами иранского серебра. На протяжении веков город не раз поджигали, но заставить сдаться врагам так и не смогли. Современный Очердынь – это музей под открытым небом с уцелевшими старинными храмами и купеческими особняками, многие из которых попали в объектив Михаила Похотина. Знакомьтесь, Михаил Похотин – профессиональный фотограф. Впервые взял фотоаппарат в руки в 15 лет. Один из известнейших промышленных российских фотографов 12 лет создавал летопись работ компании «Мостовик». Профессиональные выставки проходили в Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, но сам автор гордится тем, что снял километры тоннеля метро и миллионы кубометров тайги в поисках места силы. Добрый день, Михаил. В первую очередь поздравляем с открытием выставки. Видели, снимали, покажем зрителям. Были на открытии сюрпризы какие-то, как прошло все? – Добрый день. Ну, главный сюрприз – это не приехала Катя, Екатерина Котельникова, автор стихов, на чьи песни и стихи. Все это я фотографировал 4 года. Она очень хотела приехать, но ее работа службы, она майор милиции, начальник уголовного розыска, не смогла она вырваться. Выставка сама называется «Седьмое измерение, город Че». Вот чем он так знаменателен, этот город Че? В какое там измерение? Куда там попадают люди? – Ну, там действительно попадаешь. Мне опять мы там пожили. И на выставке из этой первой поездки, наверное, половина фотографий. Потому что можете смеяться, можете нет. Но что-то такое есть, когда ты понимаешь, что тебе и дают, и дают, и дают. – Энергию? Что дают? – Вот энергию творчества, наверное, какого-то. Открывают тебе глаза, приехали, и как обрушилось. – А вот вообще, когда вы в город приезжаете, собираетесь фотографироваться, город для вас – это что? Это люди, пейзажи? Или вот эта энергия, которую вы ищете? Что первое вы видите в любом месте, куда приехали? – Да нет такого рецепта, наверное. И не скажешь, что есть какой-то рефрен, что какая-то повторяемость все равно в каждом месте. От твоего настроения, от настроя, от погоды, понятно. Я очень хотел снимать Владивосток, когда мы с мостовиком работали, и строились объекты во Владивостоке. То у меня такая шикарная возможность. У меня один дед на русском острове служил, другой у меня отец и дядька, все служили на русском острове. Вот мне выпала такая счастливая возможность побыть на русском острове и отфотографировать его там, не знаю, каждую пять. – Но? – А не складывается. Я хожу-хожу и заставить себя пытаюсь. Вот как у того Гришковца. Ну радуйся, ты же видишь, Монну Лизу, вот она живая. Картина, да. Ничего не происходит. – Городские легенды, вот как они рождаются? Вот это люди из уст в уста, или тут какая-то энергия идет. – Городские легенды, мы буквально, говоря о чердане… – Или легенда места какого-то. – Говоря о чердане, буквально на открытии, я говорю, слушайте, ну я был в Одессе, ну это же вот просто никому больше не пожелаю смотреть на все на это. Ну что там такого? Вот эти рассказы Бабеля, они создали вот эту шикарную, чудесную легенду. Бабель писал о себе на самом деле, потому что ту Одессу, которую он написал, надо пойди попробуй там ее найди. – Нет, да? – Также, наверное, и Катя пишет свои стихи о чердане, кто-то приедет. Ну милота какая, старость такая, все разваливается, беречь надо или снести к черту. – Вы очень много говорите о городе Че, который вас вдохновил. У города О есть шанс стать героем вашей выставки? – У города О есть, скорее всего, у Омской области. Ну и, в общем-то, уже не одна выставка прошла вот этими самыми ручейками, портретиками. – В городе что больше всего любите? Что-то, может быть, снимали? – Вышло уже, начиная с того, что Володя Шевернагов в свое время пригласил меня вот в этот чудесный альбом участвовать, с ним вместе мы делали в городе Омске. – То я просто сейчас наугад открываю фотографии. – Архитектура. – У нас вот вид, что называется, от драмтеатра на… нет сейчас Ильинского собора, но есть Никольский. Пропорции зданий, пропорции куполов. – Почему вот эти у нас башенки тоже такие шлемовидные на… – На Любинском. – На Любинском, да. – Осенью как трудно было идти людям через город к Никольскому собору, пешком же ходили. И насколько архитектура поддерживала перспективу благодаря объемам вот этих… – Она приближала им цель. – Да, она делала дорогу короткой. Заметили, может быть, на Любинском, если идти, опять же, от драмтеатра к Никольскому, то правая сторона трехэтажная, левая двухэтажная, потому что с реки ветер, ветер с реки, и эта сторона загораживает, а солнце встает там, на утреннюю службу, и солнце попадает на улицу. – Какие умные люди были. – Да, закрывает от ветра и согревает солнцем. Побывав в других городах, ничего плохого, конечно, я о них говорить не собираюсь, замечательные города, но только больше любишь Омск. Вот едешь сюда, домой, и сказать вот этим омичам, которым не успел сказать, какие вы молодцы, как я вас всех люблю, едешь за этим. – Спасибо вам, что вы поддерживаете наш дух. Дикие нравы и вечные человеческие вопросы. Новый спектакль Омского Орликина, хоть и придуман для детей, многим взрослым заменит сеансу психолога. Как научиться разговаривать с тем, кто не хочет слушать и слышать? Что делать, если общественное мнение ополчилось против тебя? И можно ли изменить свою природу, не изменив себе? Философские раздумья в сказке «Никто не поверит» одолевают главного героя – лисёнка Людвига XIV. Однажды он решает перестать хитрить и обманывать, как делали все его предки, и натыкается на классический конфликт отцов и детей. Он всё-таки младше меня по возрасту получается. Он такой максималист, наивный ребёнок, который не понимает, почему он должен жить так, как все живут вокруг. Ему хочется по правде, по честности. Не понимает, почему так не получается. Знаешь что? Книжки книжками, а жизнь, сынок, она учит совсем другому. Сурово учит, железными капканами, охотничьими ружьями, зубами легавых псов. И ещё голодом, сынок! Голодом! Мы вот так голодали, что брюхо прилипало к спине. Работает ли на самом деле ложь во спасение? Или это уловка и манипуляция? И почему легче поверить слухам и домыслам, чем правде? В эпоху информационного засилья и фейковых новостей поиски истины – одна из самых трудных и важных задач, уверяет режиссёр спектакля Борис Саламчев. Вы знаете, вот эта проблема самая страшная. Потому что ложь мировая, она расползается как угодно. И держать её в стороне от истины, от правды, говорить друг другу только то, что думаешь – это как бы очень важно. Мы хотели бы, чтобы дети это поняли, что важно говорить правду. Какая бы она ни была горькая, я честно считаю, что только так и надо жить. Героев сказки одели в винтажном стиле. Художники хотели добиться ощущения, что персонажи будто живут поблизости – на чердаке дома или в старом бабушкином сундуке. Материал сам, из которых они изготавливались – это обычная махровая ткань. Но наши художники её покрасили, создали такой цвет, который подходит именно лисам. Подбирались вот сандалики какие-то. То есть всё такое, как будто куклы сделаны, как хендмейд, ручная работа. То есть они не выглядят, как будто это кукла для спектакля, а именно такое, что-то такое любимое для ребёнка детское, вот какое-то такое. Кукольную версию знаменитого советского фильма «Рыжий, честный, влюблённый» о дружбе лисёнка Людвига и цыплёнка Тутты зрители смогут оценить 14 сентября. Эта премьера откроет новый театральный сезон в Орликине. Сегодня о своём свободном времени нам расскажет стилист и владелец бренда «Лук» Ульяна Исаенко. Свободного времени всегда категорически не хватает, но я очень стараюсь, когда нахожу это свободное время, читать. Я очень люблю читать, либо смотрю журналы, потому что это по моему профилю тоже очень полезная для меня история. Конечно, с ребёнком провожу, стараюсь проводить как можно больше своего времени. У меня годик ребёнку. Мы играем с ней, гуляем, какой-то такой досуг очень простой, понятный, весёлый. Плюс я очень люблю покушать вкусно, поэтому для меня в свободное время где-то вкусно поесть, либо покушать еду, которую готовит мой муж. Я очень люблю азиатскую кухню, мы совместно с мужем очень любим Азию и стараемся часто готовить какую-то паназию. Ах, эта свадьба не пела и не плясала, но словно магнитом притягивала вспышки интереса. Чёрно-белая пара на фасаде Октябрьского ЗАГСа в считанные дни создала цветное настроение у горожан и заставила задуматься о том, что семейная жизнь не за горами. Я в любой точке мира буду находиться, если найду жену в Америке, себе в Германии, я привезу её в Омск и буду вот именно в этом ЗАГСе, потому что я красивее ЗАГСа не видел в своей жизни, вот честно вам признаюсь. Прям очень искренне нарисованы, с душой, и вот очень прям, мне очень, мне прям интересно, кто это нарисовал. Автор, амич художник Марат Абишев. Семь лет назад впервые взял в руки баллончик и вынес своё творчество на суд улиц, причём не только омских. Хотя родной город по-прежнему остаётся самой важной площадкой. Стрит-арт помогает Марату формировать народную повестку дня. Стрит-арт – это всё-таки что-то более серьёзное, когда художник несёт в своём произведении какую-то замысел, идею. Когда он учитывает, где он это рисует, местоположение, колорит, палитру свою, соответственно. Когда он либо социальный, либо политический, какой-то лозунг несёт внутри изображение, может быть, острый, а может быть, наоборот, что-то высмеивает. Ну, то есть это взаимодействие с городом, с жителями города, с властями города. Серый город можно любить, но серостью точно нельзя гордиться. Эта идея и легла в основу инициативы проведения Омского фестиваля стрит-арта. Второй год подряд Музей Либеровцентр и Региональное министерство культуры дают простор для творчества художников. Ведь чем ярче действительность, тем меньше хочется людям сгущать краски. Я думаю, что важно. Почему? Солнце моё. Почему? Потому что красиво, ярче как-то всё это получается. Ну, не знаю, вот у нас, например, так полностью стена разукрашена. На Камчатке, например. Я с Камчатки. А здесь мало таких. В этом году в рамках фестиваля стрит-арта четыре художника совместно с арт-группировкой «Стена краса в крепкий палец» приложили руку и фантазию к четырём объектам. В их числе две школы номер 56 и 118, «Октябрьский ЗАГС» и подземный переход на улице Щербанёва. Мне очень нравится. Наш серый город хоть немножко засиял яркими красками. Пусть и дальше так делают. И детки растут. Пусть к красивому привыкают. Мне он представляет собой пятный мир. Когда я вхожу сюда, у меня просто, честно говоря, все настроение поднимается. Я ощущаю какие-то странные волны. Эскизы яркой жизни в Омске, а дошколят, младшеклассников и их родителей тоже принимаются во внимание. На закрытии фестиваля стрит-арта все желающие могли сказать своё слово о расцветке городской среды. Дополнять реальность можно и с помощью новых технологий, но ни чёрные очки, ни розовые не заменят непредвзятости свежего взгляда. Фестиваль живёт и будет жить. И мы обязательно продолжим его в будущем году. Что можно найти на омских грядках? Стоп-кадр этой недели – арбуз. Пусть и небольшой, зато выращен в Сибири, причём не опытными дачниками, а школьниками. Дети в 21 веке тоже тянутся к земле. Это же как-то интереснее, когда своими руками создаёшь, а потом это ещё и используешь, и ещё для кого-то пользу приносишь. Мы выращиваем огурцы, помидоры, потом используем это в школьной столовой. 43 юных садовода из 10 районов области приехали в гости со своим урожаем. Это не просто трудотерапия, научно-исследовательская работа. Со школьной скамьи ребята пробуют себя в роли агрономов, выводя новые сорта овощей и фруктов, и уже запросто могут угостить собственным виноградом. Перед вами урожай, да? Но чтобы получить урожай, нужны сами растения, правда? А где взять растения? В зимнем саду. В зимнем саду. Вот, если неправильно, да, можно растения вырастить из семян. Самое главное, что мы здесь на практике всё это делаем. Все растения, которые дети выращивают, они могут забрать домой. Ну, по желанию. Конечно, кто-то забирает, кто-то придумывает, что может их продать даже. У нас такие бизнес-проекты, да, составляют дети. Юные садоводы уже осваивают ландшафтный дизайн. Проект «Сенсорный сад» – место, где каждый может спрятаться от суеты, городского шума и побыть наедине с природой. Наверное, именно этого так не хватает и взрослым и детям. Вечером в пятницу добро пожаловать в Омскую филармонию. Всех желающих приглашают на клубную встречу, где пройдет презентация проектов первого полугодия 80-го юбилейного сезона. Для гостей подготовлена игровая программа и концертные номера. Любите смузи? А английский? В ближайшую субботу омские школьники могут совместить вкусное с полезным на смузи-пати. Как с помощью любимого десерта можно изучать математику и литературу, наглядно продемонстрируют специалисты языковой школы. В воскресенье омичей приглашают оторваться от дивана и прокатиться на велосипеде по живописному осеннему городу в рамках кросс-кантри-марафона. За 4 часа нужно будет преодолеть 55 километров. В понедельник, 16 сентября, актерские битвы в арт-центре на Любинском. Если у вас настроение хохотать и есть пиццу, не пропустите аппетитный вечер в центре современной драматургии. В будущий вторник киноцентр «Вавилон» приглашает подхватить стетоскоп доктора Чехова. В рамках проекта «Театральная Россия» покажет постановку театра имени Пушкина «Вишневый сад» режиссера Владимира Мерзоева.